Всем привет! Продолжаем изучать реактивный спринг и поговорим сегодня о таймлифе. О таймлифе. Ииии. То есть сейчас перед вашими глазами открыта часть документации по таймлифу. Ииии реактивности. То есть SpringWebFlux. И прошу обратить внимание вот на этот абзац. Где по сути дела говорится, что SpringWebFlux позаботился о том, чтобы сделать таймлиф реактивным. То есть он реализовал всякие резолверы, всякие энжины, реактивные вью-резолверы. То есть вы этим заниматься не будете. Вы будете писать свой таймлиф как раньше. Просто вы будете доставать данные из реактивных репозиториев и всё. А сам таймлиф, то есть сам ваш HTML-код, он вообще ничем отличаться не будет. Всё то же самое. Это первое. Второе. Если вы захотите, захотите другой шаблонизатор использовать, FreeMarker, например, то здесь вам придётся немного потрудиться. Так что это имейте в виду. Дальше. Смотрите, вот мы строим наше реактивное приложение. Наше реактивное приложение, что по сути дела представляет собой? То есть мы строим некую трубу, некий пайплайн, в котором поступают данные. И они обрабатываются не одной большой порцией, как это у нас обычно принято в блокинге на сарвлетах, а кусочками, то есть какими-то порциями. То есть берётся первый элемент и пытается обработать. То есть берётся первый элемент и пытается его обработать. То есть вы взяли, вот Merge, например, взяли сюда, обработали, потом дальше. И вот так вот. То есть не весь сразу обрабатывается, а обрабатывается взяли первый и поехали, второй, третий и так далее. То есть мы обрабатываем не все сразу данные. За счёт этого мы получаем огромное преимущество перед сервлетом, стэком, где обычно мы сразу все данные подготавливаем и лишь затем отправляем. Реактивность. Реактивность подразумевает, что мы можем отправлять часть данных. То есть вместо того, чтобы ждать всю пачку, мы можем отправить часть данных. Как это может выглядеть на практике. Вот я здесь уже немного баловался. Сначала я проиллюстрирую, а потом покажу код. Что здесь происходит? Каждые две секунды... Для начала, подождите, для начала я создал, скажем так, захардкодил некоторые данные на 100 единиц. То есть у меня, скажем, есть 100 боссов. Вот это моя пачка. Но отдаю я эту пачку не всю сразу целиком, как я бы сделал бы это раньше, а частями. То есть каждые две секунды у меня отдаётся какая-то часть данных. То есть за счёт этого... Вот помните, мы говорили про реактивный манифест. То есть мы и там основа-основа-то, к чему мы стремимся? Мы стремимся к отзывчивости. И вот это один из элементов. То есть мы начинаем отдавать хоть какие-то данные сразу. Это хорошо, если у вас данные моментально приходят. А если они плохо приходят, медленно приходят, что в таком случае делать? Как подгрузить данные? И здесь нас спасает именно реактивность. То есть вы можете подгружать свои данные. Окей. То есть вот как это выглядит в SEO. Как это могло бы быть выглядеть в HTML? В HTML. Всё то же самое, но выводится у меня теперь в HTML. Как мы видим, вот страничка у меня подгружается постоянно. И каждые 2 секунды отгружаются новые данные на страницу. То есть это обычная таблица. Всё как раньше делали. Обычный for each. Которая постоянно наполняется некими данными. Здорово, здорово. И я здесь сразу повесил ссылки, чтобы показать. То есть юзер у нас, допустим, не захочет ждать окончания. Да ему и не нужно. А он может сразу перейти на интересующую его страничку. То есть он увидел. О, вот это моё, например. И вуаля, он перешёл. Здорово, здорово. То есть мы становимся более азыкчивыми. Это очень важно. Так, теперь как всё это дело достичь? Давайте перейдём к коду. Сперва, сперва я реализовал вот таким вот очень глупым способом. Но я просто переносил из контроллера. Поэтому здесь вот через постконстракт. И, ну, не очень всё это дело правильно. Я вот заполнил вот этот босс-лист. То есть я просто воспользовался, как это называется, стримом, рейндж и заполнил босс-лист. То есть это, по сути дела, for each я сделал. Заполнил его боссами. То есть индекс, то есть ID, да? Я беру вот из рейнджа. Босс и имя одинаково. И рандомную силу я присваивал. Рандомную силу присваивал из сотни. Окей. Теперь давайте сперва посмотрим, как я это сделал в Seurly. Для этого мы идём в наш REST-контроллер. И, и, и... То есть сперва инжектим эту базу хардкорную. И вот смотрим вот на эти вот строчки. Первое, на что нужно обратить, что я отдаю медиа-тайп в TextEventStreamValue. TextEventStreamValue. Второе, второе-второе, на что бы я хотел обратить внимание, что мы здесь отдаём WebFlux, как обычно. Мы же в реактивном приложении, и нам нужно сформировать WebFlux. WebFlux. Ой, Flux. Какой WebFlux? Flux. Я его на месте формирую. То есть, как будто бы я изображаю, что я пользуюсь реактивным репозиторием. Что, конечно же, не так, но это не важно. То есть, вот мы достали данные, и на них, на них я повесил задержку, используя вот такой вот метод. DelayElement. То есть, каждый элемент, каждый элемент у меня производится каждые 2 секунды. То есть, Duration. Duration of seconds to seconds. То есть, 2 секунды, каждые 2 секунды у меня производится новая порция данных, и она отдаётся. Вот так это просто можно сделать через REST. На другой стороне мог быть какой-нибудь реактивный консюмер, который всё это дело мог бы потребить. Окей. Теперь давайте перейдём в Home Controller. Здесь снова инжектим. Для начала разберём, разберём. То есть, вот конкретного босса, да. Здесь обычный getmap, getmap по ID, и я просто в модель внедряю. То есть, здесь вообще нет ничего особенного. И в конце я передаю имя, имя таблейта. Всё. От Attribute, Boss, и здесь, ну и здесь, да, я отдаю, отдаю, как это называется, Publisher. Здесь я отдаю Publisher. Снова из нашего псевдо-реактивного репозитория, скажем так. Индекс здесь я уменьшаю, потому что лист у нас начинается с нуля. Окей. Сделали, да? Теперь как это выглядит, как это выглядит в HTML. То есть, как вы видите, это всё то же самое, как раньше. Всё то же самое, как раньше. Вообще нет ничего нового. Так. Теперь давайте перейдём к самой, наверное, интересной части. Это то, как мы производили реактивные данные на HTML. На HTML. То есть, начало такое, как обычно. Ответ такой же, как обычно. То есть, мы отдаем имя темплейта. И затем мы должны сформировать данные вот такого типа. То есть, ая-реактивы, data-driver, context-variable. И в конструкторе мы для начала передаём flags. Точно такой же, как мы передавали вот здесь вот. Точно такой же. Здесь ничего нового. То есть, тоже и указываем, что здесь данные производятся каждые 2 секунды. То есть, задержку устанавливаем. То есть, вот этот flags, это же, по сути дела, publisher, да? И мы ему что сделали? Мы ему сказали, что мы хотим потреблять вот этим delay elements. Данные каждые 2 секунды. И здесь ещё реактив, вот этот конструктор, принимает... Так. Принимает ещё один параметр. DataStreamBufferSizeElement. То есть, я здесь вот... Как видите, отдавал по одному. То есть, у меня буфер настроен на один элемент. Но вы можете и сделать пачкой. То есть, большим количеством. О, здесь даже дефолт на дефолт на 10. Дефолт на 10 значения. То есть, если вы не измените, то вам будут сразу пачки десяткой отдавать. А затем мы снова передаём модель, связываем с именем Bosses и отдадим вот эти реактивные данные. И последний шаг. Последний шаг. Как это всё у нас выглядит на темплейте. Снова всё то же самое. Всё то же самое. Вообще нет ничего нового. То есть, как будто бы это наши обычные данные. То есть, нет даже намёка на реактивность. Но вот эта вот наша вот часть, вот эта наша часть таблицы, она будет постоянно наполняться. Здорово? Здорово. Вот так. Вот так теперь вы можете. В принципе, вот здесь же теперь можно... Мы можем, мы можем, как это называется, использовать наш веб-клайент, так, подгрузить из него ещё один веб-флаг с какой-нибудь и добавить в нашу модель что-нибудь ещё. То есть, наша страничка, она будет, скажем так, подгружаться частями, некоторые данные сразу. То есть, мы делаем приложение наше максимально отзывчиво. Особенно, если мы активно используем... Это вот когда важно. Когда мы активно используем внешние-внешние ресурсы. То есть, не когда у нас всё на месте. Когда у нас всё на месте, обычно наша машинка хорошо работает. То есть, когда у нас всё в одном компьютере. Всё на одной тачке. Взяли, выгрузили быстро всё. Там обычно всё просто. А вот если у нас... Мы активно используем чужие... Чужие сервисы, то вот этот метод, по идее, зайдёт на ура. Ладно, я... Я, пожалуй, здесь установлю. Вот так вот. Изучайте спринг. Изучайте реактивный спринг. Сью, next time.